Казань Главы стран БРИКС приняли Казанскую декларацию. Руководители ведущих мировых СМИ провели диалог в Казани. В Шанкае готовятся к китайской международной выставке импорта. Huawei представила независимую операционную систему нового поколения. Одним из главных итогов саммита БРИКС стало подписание Казанской декларации. В документе лидеры стран объединения подтвердили, что стремятся к более справедливому миропорядку и устойчивому развитию. Декларация охватила три ключевых направления сотрудничества. Это политическая безопасность, финансово-экономическая сфера и культурные контакты. В итоговый документ вошли оценки глобальной ситуации, призывы к мирному разрешению украинского конфликта и гуманитарного кризиса в Газе. Стороны предложили поддержать членство Палестины в Организации Объединенных Наций и содействовать прекращению огня на Ближнем Востоке. Страны БРИКС договорились координировать макроэкономическую политику и продвигать реформу международной финансовой архитектуры. Также участники саммита приветствовали интерес развивающихся стран к участию в работе группы и выразили готовность укреплять взаимное сотрудничество. Они отметили, что важно сохранять центральную роль ООН в системе международных отношений. При этом лидеры стран-участниц выступили за реформирование ВТО и Совета Безопасности ООН. Эти меры должны повысить всеобщую инклюзивность и сделать голоса развивающихся стран более заметными. В декларацию также вошли призывы уважать разнообразие цивилизаций и оказывать поддержку женщинам-предпринимателям из стран глобального юга. Отражение разных мнений и объективную журналистику обсудили на круглом столе под названием «Диалог СМИ стран БРИКС». В Казанском федеральном университете собрались ведущие медиа-менеджеры из России и Китая, Белоруссии и Бразилии, Египта и Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Южно-Африканской Республики и других стран. Мероприятие приурочили к 16-му саммиту БРИКС в Казани. Организаторами встречи выступили ВГТРК и Медиакорпорация Китая. Ведущий медиахолдинг «Поднебесный» познакомил участников «Диалога» со своими новыми проектами. Среди них пятисерийный документальный фильм «Китай. Гонка за будущим» и спецпрограмма «Гармония в многообразии». В Шанхае полным ходом идет подготовка к седьмой китайской международной выставке импорта. Она стартует 5 ноября. На масштабные мероприятия съедутся представители 150 стран, регионов и международных организаций. Количество заявленных участников уже превысило показатели прошлых лет. 300 из них входят в топ-500 крупнейших компаний мира. Это рекорд за всю историю выставки. В центре внимания будут новые производительные силы. Впервые в истории Экспо мы установим стенд с новыми материалами. Будет и своеобразный инкубатор для инноваций. Также пройдут форумы, посвященные модернизации промышленности и повышению потребления. Выставка импорта в Шанхае продлится 5 дней. В этом году она приурочена к Международному экономическому форуму «Хунцяо». Выставка давно известна как имиджевая площадка, которая открывает новые перспективы в мире глобальной торговли и инвестиций. В этом году на ней будут представлены десятки развивающихся стран. Организаторы создадут специальную выставочную зону, которая поможет им лучше изучить возможности китайского рынка. Собственное операционное ядро, искусственный интеллект и все современные функции. В этом решении нет компонентов Linux или открытого исходного кода Android. Компания Huawei представила на 100% китайскую операционную систему нового поколения – Harmony OS Next. «Система эффективнее расходует заряд батареи. Для меня это важно. Я часто говорю по телефону и пользуюсь социальными сетями». В компании отмечают, что собственная операционная система Huawei вышла на второе место на китайском рынке смартфонов с долей в 17%. При этом еще пять лет назад производителю предрекали уход с рынка мобильных устройств. Тогда Вашингтон ввел санкции против Huawei и запретил ей вести бизнес с американскими контрагентами, включая Google. Однако разработчик умных устройств сумел перестроиться. Huawei, как ведущая инновационная компания, несет ответственность за создание общедоступной операционной системы для смартфонов китайского производства. Ей пришлось устранять технические проблемы, которые возникли в условиях конкуренции великих держав. По мнению эксперта, независимая операционная система может стать одним из конкурентных преимуществ Китая и его цифровой экономики. А пока технический гигант сосредоточен на том, чтобы сделать Harmony OS более удобной для пользователей мобильных устройств. В эту экосистему уже вошли более 15 тысяч приложений и сервисов, и их число продолжает расти. Редактор субтитров А.Семкин